Белый проект Гражданской войны Но и на сегодняшний день она остается актуальной И перспективной У нас в студии историк и писатель Вольфганг Акунов Здравствуйте Вольфганг Викторович На мой взгляд Достаточно парадоксальное явление Мы сегодня наблюдаем в нашей культурной среде Вот уже Более 20 лет назад Минулась того момента Как пала Советская империя Хотелось бы понять И до сих пор ли Наша интеллигенция ассоциирует себя С комиссарами в пыльных шлемах Как это было в известной песне Известного автора И почему нет Выраженного интереса К белой идее Для начала Надо сказать, что интеллигенция Всегда придерживалась левых взглядов Причем это касается не только Русской интеллигенции Или как говорят ордена русской интеллигенции Но интеллигенции вообще До сих пор Если вы посмотрите на Эту прослойку в мировом масштабе Ей красный комиссар Всегда милей Человека, который Возможно боролся С таким явлением Как красная идея Теми же самыми методами И убил в 10 раз меньше народа Тем не менее Красный комиссар Интеллигенции Всегда Милее Милее Да Даже если она сама Страдала от этих красных Потому что В общем-то Она чувствует Что это порождение Ее собственных Химерических Воззрений Поэтому мне кажется Не обязательно искать Союзников Белой идеи В среде Интеллигенции Мы должны идти В народные массы Которые в общем-то И были Основными Двигателями Или движителями Реального Белого движения Именно к народу А не к интеллигенции Обращался Иван Ильин Который лучше всего Сформулировал Белую идею И именно Народные армии Защищали Адмирала Колчака В меньшей степени Может быть это относится К вооруженным силам Юга России И к русской армии Генерал-обороны Врангель Но опять-таки Основную часть Составляли Не только Не офицеры И даже когда Речь идет об офицерах То мы не должны забывать Что это в массе своей Были офицеры военного времени То есть Те же самые Представители Непривилегированных Слоев Бывшей Российской империи Которые Кровью своей Заслужили Свои офицерские погоны И совершенно сознательно Направились На борьбу с красными Которые С их точки зрения Означали Не только Государственную измену Потому что Большевики Пришли к власти Через государственную измену Нанеся удар Нанеся удар В спину Своей Собственной Стране Ведущую войну Потребовав Отказаться От Всех тех Условий Которые должны были Идти на пользу России В результате победы Над Германией Замитый лозунг Мир без аннексии Контрибуций Ваш покорный слуга В детстве Еще мальчик Когда читал Книжку Гайдара Которая называется Школа Я удивился Там он описывает Что Попал на какой-то митинг И там выступает Большевик И говорит Мир без аннексии Контрибуций И крестьянин Говорит Зачем тебе Константинополь Ты что Повезешь туда Картошку продавать Или что То есть Понимаете Я думаю Почему А потому что Очень просто Потому что Англия Которая ни в коем случае Не хотела допускать Россию До проливов И всегда вмешивалась Каждый раз При империи Или позднее Когда русские войска Доходили до проливов До Константинополя Она ни в коем случае Не согласна была Допустить Победы Такого режима В России Который бы напомнил О своих Требованиях законных А большевики Которые как известно Отказались От всех Договоров Заключенных ЦАСК России И России До взятия Ими власти Были им более симпатичны И когда мы Внимательно присмотримся Что кроется Под этой легендой Большевицкой О якобы Походе 14 буржуазных государств Против молодой Советской республики Интервенции Мы увидим Что главным образом Это была Кажущаяся Поддержка Англичане До тех пор Пока Германия Не была побеждена В первой войне Они следили за тем Чтобы склады Воинского имущества В Архангельске В Мурманске Не были Были захвачены Немцами Или финными союзами И кстати Знаменитый Десант Англичан С крейсера Глори В Мурманске В 18-м году Произошел Согласие Местного совета Солдатских Рабочих Депутатов Большевицкой Как только Эта угроза Исчезла Они тут же Очень быстренько Свернули Монатки И уехали Оставляя Российский народ Русский народ Простерзание Большевика Хотелось бы В связи с этим Вернуться К собственной Идеи Мы сталкиваемся С каким интересным Феноменом По прежнему В массовом Сознании Коммунизм Ассоциируется С добром Но Криво реализованным Добром Скажем так Мало кто Понимает Ну совсем Мало кто Понимает Что в основе Идеи Лежит зло Зло Как ложь Фундаментальная ложь Ложь о равенстве Людей Ложь о возможности Построения Рая на земле И Кстаполировалась В дальнейшем Эта фундаментальная ложь И в лозунгах Собственно говоря Большевиков Вот то о чем вы сказали О национальном предательстве То есть в контексте Большевиков Наверное Сложно даже говорить О неком национальном предательстве Поскольку для них Наций не существовало вовсе Они манипулировали Популистскими Некими такими Вбросами Которые были Фундаментально лживо Те же Мир народам Земля крестьянам Фабрики рабочим Ни те Ни другие Ни третьи Как мы знаем Не получили Ни того ни другого Мало того Земля крестьянам Это вообще был Не большевистский лозунг Большевики Долгое время До последнего момента Пропагандировали Как раз Об общественном Земли Превращение Бывших Частных Крестьянских Ли Помещичьих Ли земельных Владений В коммуны Но только в последний момент Они Украли у эсеров Этот лозунг Эсеры были настолько наивны Кстати интеллигенты В массе своей Что пытались еще Большевиков усовестить Говоря Что как же так Это наш лозунг Как вы его украли Как вы могли украсть Они действительно украли Но потом Очень спокойно К 30-му года К 29-му году Спрятали этот лозунг В карман И осуществили Ту самую коммунизацию Земли Новое колхозное Рабство Которое им не удалось Добиться Осуществления В ходе гражданской войны Как известно 21-й год Пик крестьянских восстаний Кронштадт Когда моряки Казалось бы Краса и гордость Революции Те которые совершили В основной В своем Массе Октябрьский переворот Увидели Что А кто моряки Тоже крестьянские Сыновья Увидели Что творится У них дома Письма получали От родителей И взялись За штыки Взялись за оружие И не случайно Большевики Подавили Кронштадтское восстание Силами съезда Депутатов Съезда Своей большевицкой армии То есть Они не были уверены В том Что Красная армия Согласится Повернуть штыки Против Своих же Собственных братьев То есть силами номенклатуры Фактически Конечно номенклатуры Силами функционеров Конечно Поэтому говорить о том Что в народе Живут Большевистские лозунги В массе своей Я думаю Это не совсем правильно Я думаю Это группка Клокеров Которые присвоили Себе право Говорить от имени народа Вот они вопят Да Когда идет речь О выносе тела Ленина Из мавзолея Из этого зеккурата Начинают вопить Что вот народ не поймет Да Извините меня Кто вы такие Чтобы говорить От имени народа Что проводились Какие-то всенародные Референдумы На эту тему Проводились какие-то Опросы Кто считал голоса Нет Вот эта группка Она монополизировала Как знаменитый Фома Фомич Из села Степанчикова Да Я знаю Россию И Россия меня знает Да Здесь это вот тоже Тип будущего большевика Будущего вот этого Псевдоинтеллигента Или как говорил Солженицын Образованца Который присвоил себе Право Говорить от имени народа Да Говорю Уважающий ты мужика Как сказано Алексея Графа Алексея Казачевича Толстого В потоке богатыря Да Уважающий ты мужика Но поток вопрошает Какого Мужика вообще Что Страдание велик Но поток отвечает Мужик и мужик Если он не пропьет урожаю Я тогда мужика Уважаю Феодал Закричал на него патриот Значит что только в народе спасение Но поток говорит Я ведь тоже народ Так что же Для меня исключение Говорит Патриот Ты народ Да не тот Править Русью Ведь призван Лишь русский народ То По старому Что-то как-то Всяк равен Нынче он лишь один Равноправен Понимаете То есть вот вся демагогия Очень здорово была Изложена у графа Алексея Константиновича Толстого Узурпация Насилие И вот вы Упомянули Пресловутый зекурат Хотелось бы в этом смысле Поговорить о символизме Вот Собственно Символизм белого и красного Когда появилось белое Как антитеза красному И какой смысл Вкладывался Белый цвет Белый цвет Это исконно Символ христианства Он Ассоциировался С Русью Святой С истинным Святым государством Анистой химерой Которую наши уважаемые Евразийцы пытаются Так сказать Поставить на место Святой Руси И покрасив ее Наскоро Белой краской Объявить ее Красной Святой Русью Это попытка С негодными средствами Красный цвет Издавна Ассоциировался С Правом Высшей власти Проливать кровь Вот например Парфира В древнем Риме Когда Над Палаткой Военачальника Поднимался Красный цвет Красный плат Или красный Вексилум Это означало Что он Присваивает себе Право Казнить и миловать И В этом смысле Бунтовщики Которые поднимали Красное знамя С древнейших Впервые Это засвидетельствовано В пятом веке На рубеже Пятого и шестого века В Иране Сосаницком Когда произошел Первый коммунистический эксперимент В истории Восстание маздакитов Был такой Священнослужитель Зароастрийской веры Который впал В зароастрийскую ересь Маздак И он объявил Что создаст Государство равенства Вплоть до обосчисления жен Кстати Это впервые Было сделано При маздаке Социализации женщин Как говорили большевики Что они реально практиковали Вот Этот маздакитский эксперимент Закончился кровавым хаосом И в общем-то Положил основу К гибели Сосаницкого ирана Ослабленного Но интересно Что у них впервые Был поднят В качестве государственного Флага Красный флаг У них была песня Про красного слона Надо сказать Что существует Очень хороший Роман на эту тему Он так и называется Маздак Его написал Покойный советский писатель Живший в Казахстане Марис Сымашко Есть в интернете Какие-то Совершенно неловкие попытки Изобразить Что Вот Маздак Это осуждение Чуть ли не нацизма Ничего подобного Там однозначно Антикоммунистический Я даже удивился В юности Читая в 10 классе Как это напечатали В Алма-Ате В Алма-Атинском издании Но это отдельная тема Так вот И это Пираты тоже Пользовались красными флагами В знак того Что они Присваивают себе Право казнить То есть они Противопоставляют себя Верховной власти Кстати Кстати пиратский флаг Веселый Роджер Он только в романах был Черный С костями И с черепом На самом деле Слово Джоли Роджер Английское Это перевод Неправильность Французского языка Французские пираты Флебуссьера Называли свой флаг Джоли Руш Красивый красный А англичане Это сказили Буканьеры Общаясь с ними Назвали это Веселый Роджер Сами понимаете Какого Роджера Там нету Так что Это пиратский флаг То есть это С самого начала Цвет Крови Кровопролития Убийств Мятежа Легализованный разбой Однозначно Ну а белый А белый Как символ Именно нашего Символ христианства Символ святой Руси Случайно говоря Белое царство Белый царь Да То есть Чистота Неприкосновенность Святость Красное Молох Да Враг Христианства Враг белой идеи Думает о том Как бы пожрать Поэтому Белые церкви Разрушаются И вместо них Воздвигается Некое подобие Вавилонского Капища Зеккурата Которое Очень четко Можно посмотреть Когда мы смотрим Мавзолей Особенно Более похож был Еще На свой прототип Был Первый мавзолей Деревянный Он просто напоминает Гробницу царя Кира В Персеполе Развали Вот Ну потом Чуть-чуть Его изменили Но это типичная Вавилонская башня То есть символ Противопоставления Богу Символ Мятежа Стремления Мятежа Желание войти Взойти на небеса Да И причем Сознательно Говорили что Большевиков Была такая песня Пионерская Долой Долой Монахов Долой Долой Попов На небо Разгоняем Разгоним Среди советской Интеллигенции О том Противопоклонческий Которые Кстати используют В качестве Своей основы Еще один Сатанинский символ Пентаграмму То есть Из центра Пентаграммы Еще и вырывается Адский огонь Кстати Вечный огонь Выражение Вечный огонь Это Для христианина Если вспомнить молитву Когда мы молимся о том Что Вечнующее огня Избави нас Господи Но надо сказать Справедливости Ради Что это была Идея придумана Не большевиками А французскими Франкмасонами Потому что Первый памятник Неизвестному солдату Был построен в Париже Где Из подземного Царства Из преисподней Вырывается огонь Ну то есть Символизм Вполне такой Очевидный Здесь Вот еще О чем хотелось бы Поговорить Что Белое движение Родилось изначально Как чистая реакция На зло Да вот Они столкнулись С очевидным Бесспорным злом И реакции Здорового организма Было Воспротивиться этому Это было движение Русского сопротивления Когда В какие моменты Оно начало Оформляться идеологически Вообще Я должен вам сказать Что Если Вы совершенно правильно Говорите о русском сопротивлении Но если мы рассматриваем Российскую империю Как одно целое В 905 году Когда началась первая Так называемая Русская эволюция Первые отряды Белой гвардии Были созданы В Гессингфорсе В Хессинге То есть В Финляндии Красные Отряды Красной гвардии Создавались повсюду В Российской империи А вот Под названием Белая гвардия Они были созданы В Хессинге И кстати Второй раз Это повторилось В 1918 году И там Так сказать Тоже Был такой очаг Да Вот интересно В Москве В 1917 году Время декабрьского Вооруженного восстания Против большевиков Которые пытались Сохватить власть Были созданы Отряды Состоявшие В значительной степени Из учеников Юнкерских училищ Кадетских корпусов И студентов Кстати Этот момент Достаточно старательно Замалчивался Советский право Что студенческие дружины Сражались Против большевиков И тогда Впервые Уже на территории Москвы Появилось Название Белая гвардия А потом Позднее Когда Здоровые силы Русского сопротивления Ушли на Дон И 22 февраля 1918 года Под давлением Большевиков Ушли В свой Ледяной поход Или первый Кубанский поход Во главе С генералами Корниловым Деникиным Алексеевым На Кубань То тогда Понятие Добровольческая Армия И Алексеевская Офицерская Организация Как и называлась Толь же Альбаснова Постепенно Заменилась Понятием Белая гвардия И Белая армия Таким образом Эта идея Как бы Повторила Понятие Святой Руси Белого царства Белого острова Да Как говорит Древний арист Швета Двипа Противопоставляя Это темным Силам Темному Скопищу Низших сил Инфернальных сил Интересно Вот это вот Триумф Быдла Не побоимся Этого слова Он отражен Ведь и В воспоминаниях Тех кто встал На сторону красных У того же Бунина Бруевича Мне запомнила Замечательная картина Когда он сказал Что Первые дни революции Для него Ассоциируются С семечками Что бесконечный Шуршачий ковер Семечек Вот это Очень мощный Образ У Бунина Кроме семечек Еще упоминается Огромное колесо Экскрементов Которые Валялись Везде Поскольку Сдерживающие Центры Свобода А кстати Надо сказать Что даже Такой Совершенно Красный Деятель Представитель Как Исаак Бабель Почитайте его Конармию Там очень четко И фотографически Он описал Своих же Собственных Сподвижников Которых он Подвигал на бой Но это не мешало Ему с фотографической Такой холодностью Фиксировать Все это То есть Вообще До Начала Второй мировой войны Если вы почитаете Серафимовича Железный поток Да Там было много Откровенных вещей Фурманова Чапаев Они совершенно Откровенно Изображали То что Видели Причем Надо сказать Что видимо Если бы они писали По другому То их же собственные Красные соратники Удивились бы Потому что они считали Что нечего стесняться Все равно Все скоро Наше будет Кого стесняться Никакого Так сказать Понятия буржуазной Нравственности нет Буржуазной морали нет Есть только Революционная Классовая целесообразность И поэтому В том же самом Чапаеве Даже не будем брать Железный поток Где запомнилось Замечательный момент Когда Чтобы выяснить Где находится Станичный атаман Красный командир стоит И рубит Бегающих по хате Казацких детей И Их мать Ползая у него В ногах Значит Хватается За Сапоги И он в конце концов Как нам сказано Развалил череп Хохотавшей матери Хохотала она Потому что она сошла с ума И так далее Вот А скажем Даже Фурманов Казалось бы Более-менее Средний В описании У него там Замечательная фраза Я маленьким мальчиком Читал книжку Чапаев Там Описывается Что герой Видимо сам Фурманов Только его там зовут Федор Клочков Комиссар Которого прислали к Чапаеву Пленного Колчаковского офицера Смотрит документы И находит у него В кармане письмо Письмо у него Значит Написано от невесты Почему-то он решил Что поповно Это видимо тоже отчекчающе И она там пишет ему В конце Что Дорогой мой Желаю тебе Как можно скорее Победить безбожных большевиков Слуг антихристовых И вернуться с победой домой И тут у Федора Клочкова Такое зло взяло Чтобы расстрелять Этого офицера Только за то Что он прочитал Это письмо у него в кармане Причем Никакой нотки осуждению Фурманова Это не вызывает А после войны Извините Любование и упоение злого Во всех этих эпизодах А вот после войны Уже начались Всевозможные Неуловимые мстители Вместо красных дьяволят Какими они и назывались Совершенно сознательно И романтизация Хотя в принципе Такие романтики были И до войны Скажем Багрицкий Вот у него уже Начались там Такие Хотя он тоже Не стеснялся иногда В описаниях А вот допустим Если взять такого Как Фадеев Писателя У него тоже На грани Медромантизация Но в то же время У него описано Если вы помните В его известном романе Разгром Как Большевистского шпиона Метелицу поймали Расстреляли И потом значит Красные захватили Эту деревню И ведут на расстрел Кого? Они ведут на расстрел Мужика У которого в доме Сидели белые офицеры И играли в карты И ведут на расстрел Попа Уж поп-то Никакого отношения Вообще не имел Ни к выдаче Метелице Ни к чему И он значит тоже В рамках религиозной В рамках религиозной пропаганды Конечно Поэтому очень забавно Выглядят теперешние Потуги наших Теперешних Красненьких Выставить себя чуть ли не Защитниковых Христианских ценностей Против Как Даже иногда Белых масонов Белые ему все были масоны Понимаете? Масоны кстати Перешли на сторону красных Конечно Из офицерства Это многое объясняет Кстати да Так что в общем Брусилов Брусилов Из интеллигенции Возьмем Замечательного Брюсова Который был Убежденным сатанистом Понимаете? А закончил Своей песней Что Горе Горе умер Ленин Вот лежит он Тленин Тленин Там не помню Да Ну вот Мы начали уже Об этом разговор Что действительно Первоначальное Сопротивление Оно не было Белое сопротивление Оно не было Идеологически оформлено Это была действительно Реакция нормальных людей Которые увидели Что все Что они считали нормой И самоочевидностью Некой Попирается у них на глазах Самым наглым Беспардонным образом Совершенно Но в этом же была И определенная слабость То есть они не уловили Момента Когда все скрепы Модное сейчас С некоторых пор выражения Разлетелись Разлетелись в дребезге Все то Что они считали Незыблемым И самоочевидным Что все самоочевидности Порушены И вот здесь Вот у них был конечно Элемент запаздывания С формулированием Смыслов Новых смыслов Которые могли бы Противостоять Очень мощным Смыслам Предлагаем у красных А вы знаете Дмитрий Что я вам хочу сказать Непросвещенный Может быть взгляд Вашего покорного слуги Дело было В одном моменте В одном упущении Да В свое время Арсений Несмелов Писал Что у красных Была их идеология Да Весь мир насилия Мы разрушим И так далее А у нас что Москва Золотые маковки Понимаете В чем дело Вашему покорному слуге Приходилось Заниматься Исследованиями Сравнениями Октябрьская революция Гражданской войны В России И ноябрьская революция В Германии 18-го года И там По 23-й год В принципе Делали попытки При помощи Коминтерна Установить Большевистскую власть Беда России В этом плане Заключалась в том Что недостаточно Широко пропагандировался Национализм Понимаете В чем дело И поэтому Как это ни странно Может показаться Люди оказались Восприимчивы К этой Интернационалистической Идеологии Если бы Какому-нибудь Среднему немцу В 18-м году Сказали Что вот Ты будешь Братом китайцу И африканцу Он бы дико Посмотрел Дикими глазами Я не беру Экстремистов красных Которые были и там Насколько они были немцы Другой вопрос Вот А в России К сожалению В этом плане Было сделано Очень мало Может быть Это конечно Было связано С многонациональным Характером Российского государства Но и то В то время Понятие русский Было понятием Собирательным Любой чеченский Офицер Из дикой дивизии И Оздейский небец Они себя считали Прежде всего русскими А потом же Все остальными Кстати большевики Неслучайно Разбили На три части Понятие Русский Которое включало Себя Три народа Великороссов Малороссов И белорусов Повезло в кавычках Только белорусам Но За счет их Немногочисленности Отменив понятие Великоросс Как якобы Шовинистическое Да Великоросский Хотя еще у Ленина Были статьи Которые Национальные Горосы Великороссов Тем самым Разбили скрепы Соединявшие Получилось что Три разных народа Из одного Понимаете И вот таким образом Действуя путем Разжигания Местных Зачастую Совершенно Местечковых Если можно сказать Таких Сепаратизмов И национализмов Да Дробили Тело Единой Русской Нации Многонациональной Русской нации Где никто Не был утеснен Никто Не был унижен Никаких выселений Как в советские времена Да Десятками тысяч С одного места на другое Абсолютно древневосточные Абсолютно древневосточные Ассирийские То же самое Вспоминаем Зекурат И прочее Не было И тем не менее Царская Россия До сих пор В умах Или в тех местах Где у разумных людей Содержится ум Людей Царская Россия Это тюрьма народов Это жандарм Европы А извините меня Советский Союз Советское государство Это светочный оборот Это светочный оборот И пример для всех Причем любопытно Что то же самое Что творилось в России Повторялось и в других государствах Возьмите Камбучию Возьмите Китай Возьмите Северную Корею И прочее То есть дело не в том Что вот как некоторые говорят Вот народ плохой Вот идея марксизма хорошая Но вот как жаль Что марксово наследство Попало в русскую купель И так далее Ничего подобного Есть очень хорошая книга Группа французских исследователей Она издана была В конце 80-х Начали 90-х годов Она называется Черная книга коммунизма Она издана на русском языке Вот Все Страна за страной Год за годом Совершенно основательно Количество жертв Сотни миллионов По всему миру Геноцид он органически вытекает Из этой идеи Конечно Вот о чем нужно Само собой Весь мир насилием и разрушим Предполагаем Что обломки рухнут И задавят тех Кто из-под них Под каким-то причинам Не успел выбраться Это же по сути Манихейская идея Конечно Что есть хорошие и плохие Для того чтобы воцарилось Царство добра Надо просто физически Уничтожить всех плохих Конечно Количество плохих В геометрической прогрессии Расширяется Соответственно Расползаются Метастазы геноцида Да А вот это только Маленькая гностическая группка Сгруппирована вокруг Этого своего гностического Зиккурата Да Она будет рулить Как Маздак И как все другие Бесчисленные А это вот Они в полноте Плеромы Будут так сказать Блаженствовать А все остальные погибнут Мир сгорит в огне Вот знаменитая фраза Случайно у большевиков Была песня Блок даже ее Всключил в свои 12 Мы на горе Всем буржуям Мировой пожар Раздуем Мировой пожар Горит Буржуазия Потом уже добавили Господи Благослови Вот так что И Пели песни В школах еще Пионерские Мы пойдем Буржуям в гости Поломаем им все кости Понимаете Вот И прочее Тем не менее Когда вот эта вот Естественная реакция Которую мы уже писали О которой мы проговорили Она начала облекаться В некие теоретические формы Когда она стала Проговариваться интеллектуалами Я должен вам сказать Что здесь два имени Сияют действительно Белыми светочами Это Иван Солоневич Два Ивана И Иван Ильин Да С нашими задачами Вот именно Штабс-капитанское движение Ивана Солоневича И его многочисленные труды Да Причем кстати любопытно Что один из его трудов Так и называется Кстати Диктатура импотентов Ну так если диктатура сволочи Диктатура импотентов То есть Все вот эти вопли О якобы каких-то великих Достижениях Которые да Говорят некоторые Значит Деятели пытающиеся Оправдать Красный террор и ужас Конечно Крови было пролито много Но ведь зато И знаменитую фразу Например Вот товарищ Сталин Например Да Ленина сейчас особенно Так уже не защищают Заметьте Абсолютно Это выдумка Высосанная из пальца Нигде Никогда Черчилль Этого Не писал Вот Так вот что Нужно было конечно В какой-то мере им создать Резерв Для выполнения своих целей И ради этого резерва Они вкачивали В 20-е За русский хлеб Конечно По бросовым ценам Технологию Когда эта задача Была выполнена После этого Эксперимент И проект Стал не нужен И после этого Все стало рушиться И разваливаться Потому что Это и не было задумано Как позитив Да Безусловно Собственно говоря Весь красный проект Задумывался Как плацдарм Для мировой революции Для Такой вот безудержной экспансии Но она захлебнулась Под Варшавой Там и в других местах И тогда решили сменить вехи Да Ну еще один Так сказать миф Да О великой победе Да Он очень дорог Он фундаментален Можно сказать Мы естественно Не ставим под сомнение Героизм Людей павших В той страшной мясорубке Которая именуется Второй мировой войной Но Здесь Опять же Мы сталкиваемся С специфическим Красным цинизмом Мы же прекрасно понимаем Что такие явления Как итальянский фашизм Германский национал Социализм И прочие радикальные Движения И в Европе Не возникли бы Не будь Красной угрозы Не будь прецедента Октябрьской революции И красного террора Конечно Никогда европейские элиты Не сделали бы ставку На эти движения Как на своих Вот таких вот Радикальных защитников Более того Я вам скажу Что Любопытным образом Зачастую На личном уровне Контакты существовали Скажем Известно Что Ленин И Бенитто Муссолини Имели одну и ту же Близкую подругу Анжелику Балабанову Которая Так сказать Служила мостиком Как бы между ними Я уже не касаюсь Таких вопросов Как личное знакомство Одного из Идейных Можно сказать Вождей Будущего Социализма Предтеч Точнее Как Ариасофа Или Ариасофа Создателя Ордена Нового храма Йорга Лансефон Либенфельса С молодым Адольфом Гитлером И с Менем Молодым Владимиром Ильичем Лениным Причем он сам Мало того Что он сам Описывал Эти встречи В своих собственных Воспоминаниях Но интересно Что В 1945 году Когда советская армия Вступила в Вену Йорг Лансефон Либенфельс там жил И при всех своих Прошлых Кавычках Грехах Он так спокойно Там прожил До 1955 года Никто его пальцем Не тронул То есть вообще там Чудовищный Я не скажу зоологический А мистический Антисемит Тем не менее Это факты Я уж не касаюсь О Сходстве на уровне символов Известно Например Что долгое время Ломанный крест Свастика Который считался символом И считается символом Национал-социализма Присутствовал На денежных знаках На печатях Советах народных депутатов Советской власти Это многократно опубликовано Деньги так называемые Пятаковки 250 рублевки Тысяча рублевки И так далее Причем Свастика На этих деньгах Советских Повернута В 18-м году Именно в ту сторону В какую ее Повернули На знаменах На флагах Германских Социалистов Вращающаяся Лунная Так называемая Говорят что Вот мол Любители потолковать А символики Говорят что Свастика повернута В одну сторону Это добро А в другую сторону Так вот Господа Именно вот в эту С вашей точки зрения Назло повернутую сторону Свастику В 18-м году Когда еще не существовало Не только гитлеровская партия НСДАП Но даже Ее зачаток Германская рабочая партия ДАП Она только в 19-м году Возникла И у нее Свастика Первое время была прямая Прямо стоящая Так вот Именно так повернута Она была На советских На советских деньгах Пятаковках Я еще и написала Про миссия Свою правду Сделала бывшее Небывшим Повелела о чем-то забыть И все Извините меня Чего вы удивляетесь Когда такая личность Идиозная Как Троцкий Была напрочь Забыта В стране Где миллионы людей Знали его И прочее Просто вычеркнули И все Мы просто создали Красную армию Да То есть мы это Не ставим ему в заслугу Не в защиту его Но просто факт И куча других И Пятаков И Рыков И Зиновьев И так далее И два Смертельных врага Зиновьев и Троцкий Фигурировали Как Зиновьев Троцкий Троцкийская банда И прочее Давайте поговорим О программах Или О подходах К программам Которые формулировались В ходе гражданской войны На Вот с белой стороны Да Вот у Колчака У Деникина Врангеля Вы уже Сказали о том Что является Фундаментально Лживым утверждением О том Что белые были Монархисты Ретрограды И так далее И тому подобное Но что конкретно Предлагалось В качестве альтернативы Тогда В качестве альтернативы Они предлагали Демократическую Модель развития А именно Созыв Учредительного собрания Надо сказать Учредительное собрание Выступали и большевики До тех январских дней Восемнадцатого года Когда они расстреляли Пока не пришел Демонстрацию В его поддержку И разогнали Учредительное собрание Знаменитой фразой Матроса Железняка О том Что караул устал Все расходитесь по домам Именно это Высший Орган Совещательный Представителей Лучших Людей Русской земли Должен был Принять решение О том Какую государственную форму Должна Иметь Россия Кстати Я должен вам сказать Что если уж мы говорим О незаконности То нельзя вспомнить И Александра Федоровича Керенского Который Своей собственной властью Летом 1917 года Хотя тоже Говорил о необходимости Созыва Учредительного собрания Объявил Россию Республикой Это тоже Беззаконие Надо сказать Сейчас даже Не вставая Непосредственно Монархические позиции Но Он как бы тем самым Вообще Очень Темная личность Керенская Должен сказать Но он тем самым Создал прецедент К тому Чтобы поставить Под законность Само существование Время на правительство С этого момента Делегитимизировал Делегитимизировал И кстати Надо сказать Что он прекрасно Тайным образом Непонятно каким образом После Октябрьского переворота Он выбрался И всю жизнь сидел Мифология Объекта в женском платье Понимаете А если вспомнить о том Что он Соученик И друг детства Владимира Ильича Ленина Что он жил В том же самом городе Симбирске И что Отец Керенского Был директором гимназии Подчинявшийся Отцу Ленина Который был Инспектором Всего этого округа То можно делать Очень много разных Любопытных выводов Но мы сейчас Не будем отклоняться От нашей темы Итак Демократический строй Собрание Учительное решает О том Какую форму Должна принять Российская государственность О том Что это должна быть Конституционная Даже если это будет Монархия Это вообще не стояло Вне Это вообще не ставилось Под вопрос Потому что Это произошло Еще в 1905 году Кстати Надо сказать Если уж мы об этом Говорим То Когда говорят Что Михаил Александрович В пользу которого Отрекся император Николай II Не будем сейчас Говорить законно Или незаконно Он поступал Соответствовал ли это Законам О Престолом Потому что Здесь мы Сталкиваемся с вопросом Кто является Собственно Источником Закона В государстве Монарх или нет Но это отдельный вопрос У нас не монархическая Сегодня передача Абсолютно Хотя я по взгляду Монархист Вот Что я вам хочу сказать Михаил Александрович Еще одна ложь Он не отрекался От престола Он сказал Буквально Что поскольку Он еще не знает Рамок полномочий Которые будут Предоставлены ему Как монарху Он оставляет Этот вопрос До учредительного собрания Он не отрекся Это тоже ложь Кстати И вопрос о том Отрекся ли формально Николай Александрович Николай Александрович Тоже вопрос Потому что Это не отречение Это просто была телеграмма Почему он его подписал Карандашом Вот А Те февралисты Которые его Поставили перед фактом Они раструбили это Как об отречении Понимаете Вот Мы уже не будем касаться вопроса С самого начала Временная правительство Насколько было легитимно В сознании людей Потому что Большевики В своей пропаганде Они говорили Что Вот солдатам Вы приносили присягу Временному правительству Значит и присяга Временная И от нее можно отречься Остроумно И в данном случае Надо сказать Что и к сожалению Российская Как она тогда называлась Православная церковь Поступила тоже Своеобразно Когда она Решила решением Синода Молиться Именно в такой форме За богоспасаемое Временное правительство Согласитесь Что это или какая-то Злобная ирония Заключается в этом Богоспасаемое Временное Да Или опять-таки Можно Но мы не будем Предаваться Конспирологическим Таким выражениям Итак Демократия Права человека Равенство для всех Ничего другого Белое движение Не предлагало Естественно Гарантии свободы личности Свободы печати Свободы частной собственности Это были элементарные Правила цивилизованного существования Которые к тому времени Были выработаны Все обходы человеческой истории Вольф Викторович Мы Я думаю В течение нашего Сегодняшнего разговора Подошли к Фундаментальной теме Которую мы затронем В следующей нашей встрече А именно Что такое Белая идея Чем она была тогда Какие перспективы У нее сейчас Засим Спасибо Вам спасибо